Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Елена Макаренко. 85 тысяч барнаульцев без света, сотня поваленных деревьев, 15 пострадавших и один погибший в Барнауле до сих пор устраняют последствия небывалого грозового шторма. Какие работы еще предстоит выполнить спасателям и какие выводы сделало краевое управление МЧС после барнаульского урагана, спросим у начальника главного управления МЧС России по Алтайскому краю Игоря Лесина. Здравствуйте, Игорь Николаевич! Здравствуйте! Ну вот скажите, лично вы в момент шторма в Барнауле были в городе? Для вас он стал неожиданностью? Да, я находился в городе в этот момент. Более того, я находился в самом эпицентре этого события. Был на проспекте Красноармейском и видел, как формировалось это явление и как быстро оно развивалось. Какие меры вы предприняли? Во-первых, я остановился, я был на автомобиле, остановился и сразу начал отдавать поручения органам управления, своим подчиненным на сбор оперативного штаба, сбор резервных караулов пожарно-спасательных подразделений. Он информировал тут же главу города, поскольку не знал, в городе он находится или нет. И, в общем-то, предпринял все меры для того, чтобы максимально оповестить дежурные службы, всех ведомств через свою смену Центра управления в кризисных ситуациях по Алтайскому краю, все ведомства, а надвигающиеся стихии. Ну вот скажите, почему тогда барнаульцы, многие, не получили смс-уведомления о том, что надвигается такой мощный ураган? От чего это вообще зависит? Такое смс-уведомление, оно и не было предусмотрено, потому что оно передается только в случае получения штормового прогноза от Алтайского ЦГМС. И такого штормового прогноза на этот день не было. Был прогноз погоды с грозой, усилением ветра, и этот прогноз погоды был доведен. Можно посмотреть эту информацию на всех сайтах. С сайта главного управления подхватили все информагентства. То есть, в целом, информирование всех органов власти о возможных погодных явлениях, оно было. Что касается смс-оповещений, это дополнительная мера. И в короткие сроки смс-оповещения не провести никоим образом, потому что для того, чтобы сформировать смс-рассылку, нужно, во-первых, оператору где-то минут 10-15, для того, чтобы направить ее в соответствующие компании. МТС, Мегафон, Билайн, Теледва, для того, чтобы они обработали информацию и отправили. Среднее время смс-рассылки примерно один час. То есть, от начала передачи этого сообщения оператору связи до получения населением вот этих сообщений. Ну вот в связи с этим тогда такой вопрос. Если синоптики не предупредили своевременно МЧС, то, возможно, просто не удалось спрогнозировать такой шторм. Что делать впредь, если вот такие шторма будут повторяться? Такие явления, вот как грозовой шторм, они прогнозируются очень слабо. Это сравнить с землетрясением. То есть, землетрясение все желают в мире спрогнозировать и понять, где это произойдет. Вот примерно сродни вот такому же явлению грозовой шторм. И здесь события развиваются на пике двух циклонов, холодного, теплого фронтов. И развитие их носит такой очень серьезный характер. Это не моя кафедра, но тем не менее, если ЦГМС имела бы такую информацию, они бы нам ее предоставили. Просто-напросто такой возможности у них не было. Игорь Николаевич, ну вот прогнозы климатологов неутешительные, ураганы могут снова повториться. Что вы посоветуете жителям, как уберечь себя во время стихии? Ну, нужно внимательно все-таки смотреть за теми прогнозами, которые мы выставляем и на своем сайте, и на сайтах всех городов, районов о прогнозе погоды. Пусть нет штормового предупреждения. Понятно, за прогнозом, допустим, проследили. Вот оказался на улице, кратко очень. Оказался на улице, нужно просто действовать, исходя из обстановки. Желательно сразу зайти в помещение, в какое-то здание для того, чтобы уберечь. И постараться завести детей, которых видишь, каких-то людей, оказать помощь людям. Для того, чтобы просто покинуть улицу, где много всяких опасностей. Это и деревья, и какие-то рекламные щиты, и многие-многие другие сорванные листы крыши и так далее. В общем, укрыться как можно сказать. Просто укрыться, да, укрыться в обязательном порядке. Спасибо большое за ваши ответы. А я напомню, что это была программа «Наше время». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин